технологичный симпатичный динамичных вот такая древность это практичность это не древность ну что вспомнил бородино потому что у меня длиннее потому что у меня больше шире а ты покажи вот смотри это запомни свои ощущения нормальное ощущение друзья всем привет и у нас сегодня семейный тест мы взяли два автомобиля которые рассчитаны перевозку большого количества людей с комфортом и самое главное что оба эти автомобили собраны в россии естественно мы все с вами любим volkswagen multivan наверное многие бы хотели есть на мурсесе v-класса но стоят они прямо скажем неприличных денег а у нас тачки ну почти по нормальной цене примерно три с половиной миллиона рублей просит за твой киа карнивал и 3400 просит за максимально оснащенный peugeot long vip traveler ну вот у меня дизель 2 и 2 литра я так понимаю 6 с половиной в городе он выдает современный дизель очень они гордятся им классический автомат почти неубиваемый что у меня действительно неубиваемый двухлитровый дизель 150 лошадиных сил шестиступенчатый кстати родной японский автомат айсин такой же как на вашей любимой тойоте камри мощности меньше 150 лошадок против 200 но по расходу топлива между ними практически паритет чуть меньше мощности естественно чуть хуже аэродинамика потому что более высокий автомобиль но на трассе 6 половиной литров вы спокойно покажете 10 и 7 разгон до сотни дает киа для карнивал и конечно это автомобиль динамичный у него тут подрулевые лепестки у него тут драйв моды я нажимаю естественно на спорт и рассчитываю легко разделаться с этим сундуком французским я понимаю что мне будет непросто да и собственно наверное многие просто не гоняют на семейных автобусах но динамика это то что определяет в том числе еще и безопасность заявлено время разгон до сотни 12,7 секунды готов так точно давай режим спорт у тебя такого нет даже 1 2 3 почему провалились а первое я ничего себе рычали 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 провалились ты видел такой провал у меня был давай еще разок попробуем давай готов вот это разгон вот что значит хорошо настроенный автомобиль он допускает легкую пробуксовку у него хорошо все настроено и мощности ровно столько чтобы без букса уйти смотри что это был выключить и спина ты просто останешься на месте шлифовать я боюсь антипробуксовочная система отключена я тебе сейчас пол дистанции просто сделаю на щелчок давай в общем то что и требовалось доказать у киа больше мощности именно при старте даже сейчас на летней резине на сухом асфальте мы вроде бы первый момент трогаемся более-менее ровно он буксует я нет то что у меня лучше все сбалансировано но дальше конечно 200 лошадиных сил против 150 и при этом рынке по моменту не то чтобы очень большая а вот по мощности да ну что вспомнил бородино не ну слушай но 200 сил против 150 да конечно наша победа наша корейская победа над французом но как тебе ты чувствуешь себя пассажиров в я и пи я как будто на съемках голливуде у меня здесь окно здесь окно там пространство 2 люка ты готов до 321 старт уху сколько о момент как момента много чуть больше чем нужно этому шасси то есть она прям вот буксует буксует она не переваривает этот момент это мы по крымским дорогам с тобой рассекаем между прочим вот я боюсь так давай обкладываем на дискотеку и оп 30 21 запах гарри прям такой то ли покрышек то запах спорта он мощный на трассе с ним будет хорошо обгоняет все таки 200 лошадиных сил и машина пониже аэродинамика но конечно шасси то есть ему нужен либо полный привод либо более скромный мотор ты хочешь сказать что его сносит конечно конечно для переднеприводного автомобиля это избыток ну что готов логистика пристегивания ремня несколько странно да но сколько места вот здесь тоже есть ремень да это это запасной это запасной так спорта же у меня нет есть ручное есть лепестки попробуем готов и два один старт старт наверное не такой бодрый как хотелось бы ну ты передумал стоишь на месте а а чешны буксуем кнопочки и спинет как таковой но есть внедорожная шайба вот есть и включилась и и его бордюр училась хоп 31 0 1 не но окей это медленнее чем киа но не так чтобы не на 50 лошадиных сил он по шоссе очень неплохо там где киа валится пищит визжит мы проехали спокойнее он как-то в поворотах он более устойчив вроде бы более высокая коробка да но он намного намного плотнее стоит на дороге он не создает ощущение в этом погоне он как сиди спокойно мы войдем в этот поворот и не дергайся и при этом мы проиграли меньше секунды но проиграли но проиграли победа за киа согласен заявленный дорожный просветок карнивала 182 миллиметра высота нашей покрышки 200 и как видите уже вот эта пластиковая юбка под бампером она уже уперлась в покрышку я боюсь что шансов прохождения совсем немного дальше идет пластиковая защита двигателя она более менее плоская вот мне кажется корейцы могли бы не скупясь немножко приподнять машину учитывая что в основе своей это все-таки платформа кроссовера мне кажется вполне можно было бы ее приподнять и сделать ну хотя бы 200 форма переднего бампера как видите у peugeot более выигрышной здесь нет юбки и в принципе сам бампер он заметно повыше дальше идет стальная штатная защита двигателя и мы с вами хорошо помним что у peugeot кроме переднего привода еще и полноприводные версии которая собирается у нас в про цветом там как раз есть проставки и здесь обещано 175 а там если я не ошибаюсь 205 миллиметров пробуем о прям слышим такой четкий контакт но покрышка как видят ровно как она лежала на линии так она и осталась обещано 175 фактически я думаю ну сантиметров девятнадцать здесь должно быть то есть покрышка трется но форма защиты двигателя она более выигрышная петр ну расскажи как тебе карнивал но только что поели в твоем автомобиле и я могу сказать что так сказать у тебя автомобиль практичный а у меня просто симпатичный но ты оценил вот у меня ширина высота ты вовтель не садишься ты входишь в него и над головой еще остается очень много места не знаю обычная маршрутка вот так вот ты так ее расхваливаешь а по ощущениям ну за сядь ко мне в салон посмотри здесь все что требует современная молодежь все предлагается огромный экран мультимедиа 12 с половиной дюймов цифровая панель приборов 4 избежки активный круиз-контроль я устану перечислять ну смотри адаптивный круиз-контроль у меня есть и из бишка у меня одна сколько у тебя бардачков я но у тебя избыток бардачков я тебе говорю у тебя под до лобовым стеклом там такой наклон пластиковые там какой-то торчит да у тебя тоже бардачок ну и справа бардачок ну и зачем это все искать потом это ключи по этим бардачкам у меня под лопат локтем огромный чердак тут сюда рюкзак войдет все что вот лишнее туда побросал и потом там же и надежность вот в дверях правда кармашки маловато туда большая бутылка не войдет у меня на двери сверху есть ручка она даже держалка мобильного телефона потом кармашек поменьше и внизу огромный поддон вот прям огромный у меня сверху два люка два стекла надо мной и над пассажирами камера огромное количество я могу здесь наблюдать как у меня живет там детский сад на втором ряду и на третьем вот здесь вот я все вижу чем они там занимаются плюс звуки природы если я хочу включить у меня тут будет будет соловей чирикать ну куда уже больше комфорт на сто процентов а посмотри обивка какая сиденье сиденье кстати ну не могу сказать что прям со спортивной поддержкой ну они вентилируются у меня но во всяком случае всего в целом создает впечатление что люди старались угнаться за моды и у них получилось у меня люди хотели сделать удобный просторный салон без каких-то там нововведений да но и надо сказать что по расходу топлива у нас примерно паритетки обещает 6 половиной peugeot обещает 6 и 4 но в реальности у меня получается там 7 с половиной и кстати у меня есть массаж передних кресел ну окей я готов отдать тебе балл с одним маленьким уточнением салон у тебя из кожзама и это должны все знать если вы хотите собственно натуральный салон то надо просто выбирать пиржон широкий дверь это хорошо да и удобно ты зашел нажал на кнопку у тебя все закрылось шторочки опустил ты видел да да у тебя тоже такие же шторочки да у тебя тут интим красота здесь музыкальный рояльный лак 2 подстаканничка для шампанского 220 вольт пьешь а мне сопротивляться работаешь на компьютере пожалуйста две розетки юсб здесь по если вдруг она размышали тоннеля нет люк над головой да сколько там комаров собралось а теперь самое главное 34 а вот немножко тут по сиденьям непонятно они просто низко установлены клево что они на салазках можно кататься а ну-ка отвались как красиво вот спинка регулирует можно вот так развалиться все равно сиденье низкая да ну согласен пойдем на третий ряд сидений это все-таки семейные машины и третий ряд сидений тоже стоит внимание ну смотри предположим мы отодвинулись до конца но над головой место ну практически нет так вот прям там волосы влезают с трудом место для но как ни странно есть вот столичка на так смотри формально киа настаивает на том что это восьмиместный автор и здесь должен сидеть третий взрослый же не заходи выдохнули раз и все нормально сидим ну как селёдочки в баночке петр запомни свои ощущения нормальное ощущение вот сейчас мы с тобой пересядем в пижо если с тобой настоящий друг вдохнет ахахаха выдает место угловой больше спинка также регулируется по углу наклон и главное мест же и заходи ну ты сам скажешь больше мест же не скажешь больше места или нет я думаю что же не даже может ничего не говорить от головой безусловно больше а вот в плечах да в плечах не больше если только на какой-нибудь там это не я сказал ну а чё розеточка есть какая у меня вот здесь есть 12 вольтовая розеточка есть подстаканечки каждое сиденье в отдельности каждая у тебя же 2 и плюс 1 правильно здесь каждое сиденье в отдельности складывается ключок для лыж как ты любишь да это да нади где заряжать телефон вот сразу раз ставил айфон и заряжаешь на день спереди 1 и избежка вот здесь вот розеточка на 12 вольт а вот там вот в ногах у тебя розеточка на 220 вольт нет но у меня и у меня избежка нужно сейчас это буду эти переходники давай 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 смотри столик это хорошо чем телефон заглядывать сидишь так серой себе и в мин поигрываешь это раз столик еще один старость он так громыхает у нее там никаких не он капитальный стоит просто он жесткий он у нее металлическое основание вот весь еще здоровый здоровый отсек для засушки мяты для всего вот и соответственно он регулируется вперед назад его можешь двигать без не нужен можешь спокойно снять недостаток в том что окна не открываются это проблема согласен можно открывается вообще задние нет вот эти стекла нет кроме нет ты считаешь это плюс не редко что это минус я это подчеркиваю это минус ты посмотри сколько мест вот это я сейчас отодвинул сиденье до упора пока не уперлась сиденье третьего ряда если мне надо я могу снять сиденье 3 ряда там сложить их дальше в багажник это минусы еще дальше то есть вот так вот вот прям вот моя прямая нога но так вот сиденье повыше сиденье повыше поудобнее ты можешь здесь возить семью а если тебе надо снимаешь все сиденье они снимаются легко все без нам инструмент естественно без всего ты в одиночку их там за 35 минут все выкинешь ну согласись вот и так вот киа сделать не можешь и я тебе напомню что вот это максимальная версия с двумя капитанскими креслами стоит чуть-чуть дешевле чем киа карнивал хорошо ты забираешь балл ну вот честно тебе скажу вот девушку я бы сюда не пригласила пригласил бы свой вот какая древность практичность это не древние фонари вот перегорела лампочка взял поменял припарковался неаккуратно разбил фонари он стоит меня понимает а лада была но это же французы это автомобиль французский живу немцев же такого нет ну что такое какая осталось так а теперь смотри никакого твари рукой там бедный несчастный мучается потом у него вся дверь здесь залапанная он же это все закрывает вот так вот понимаешь вот так вот опирается легко смотри и полу руки себе все нормально да кстати обратим внимание бампер у меня полностью из неокрашенного пластик он мощный на него можно встать ногой и ничего не будет воды попробуй встань один раз ногой весь бампер будет царапанный багажник у меня обещано при загрузке под крышу а по другому нельзя потому что нет ни шторки ничего вот здесь больше 900 литров это вот при условии того что сидение 3 ряда максимально отодвинуты назад вот чемодана смотри раз два три ну четыре чемодана еще сверху накидаешь ну это очень просторный автомобиль у тебя есть кубометр по теории у меня 600 у тебя 900 то есть вроде как и сражаться нечем эти говорю смотри как хорошо здесь сделали вот ниша глубокая ниша здесь можно поставить два чемодана вот тогда вот такие толстые вот такие высокие для такого большого автомобиля при трех рядах сидений очень удобно и ну достаточно я смотри бога это интересное решение вот сама по себе ниша прикольные вот я когда открыл я честно говоря удивился тому сколько здесь место у меня есть два вопроса главный первый вопрос ты закинул чемодан вот через вот этот борт высота вглубь ну вот вот такая вот высота ты поднял чемодан кстати погрузочная высота больше чем у меня ты поднял чемодан опустил сюда как потом ты его обратно вынимаешь с этой высоты удобно да ну и чтобы окончательно бал за багажник стал моим так запасное колесо где она во первых она друзья нужно раз в два года запасное колесо у меня прикручено вот там вот да это нужно снимать сиденье нужной геморрой имеет пассажиров в любом случае она есть рассказать и как должно быть у нормальных отель для путешествий а ты покажи вот смотри покажи я посмотрю у тебя полный багажник он завален всем хламу вот здесь вот с краешку открывая заглушку здесь болтик крутишь опускаешь у тебя колесо она на штамповую нам диски но она полноразмерно то есть это стандартная резина широкая назад лет ты снимаешь его ставишь на место пробитого колеса пробитый колесо также цепляешь и также поднимаешь балл в кармане мы сейчас относительно вот этого автомобиля этого эту доску положили мы посмотрим если у тебя длиннее значит она вот я ее выставил вот так аккуратненько у меня пострадало всего два кресла багажник закрывается естественно и доска упирается в спинку переднего кресла ну я тебя поздравляю я бы выбрал конечно как серфер такой автомобиль безусловно но у меня есть возможность складывания и вот как у меня сиденья прячутся я хочу чтобы ты посмотрел на карте мастер и рачка культурно давай смотри вот пожалуйста конечно не чита твоему но для читал мы до для такого универсала посмотрите огромный багажник огромный давай попробуем положить посмотрим аккуратно потолок потому что она прям по высоте едва едва проходит зашла ну так себе не она вошла просто у тебя спереди седана рысичка еще нормально я сяду сюда спереди давай давай так мы теперь показываем можно ли сидеть спереди представь себя уже хотели оставить там где-то за бортом горит езжай на электричке усадь видишь друзья сколько места да ты сюда садишься и уже начинаешь балдеть и тут приходит игорь и предлагает свой партнер там конечно нет я предлагаю тебе свой peugeot traveler в котором также при наличии доски ты сидишь нормально даже чуть вольготнее чем сидит водитель получи полбала за лодку друзья киа карнивал с таким романтичным названием автомобиль технологичный симпатичный динамичный как показал наш тест и если бы не было вот этого бы ящика в аэропорту ко мне бы очередь красивых девушек стояла с большими чемоданами из милана а так они уезжают все со мной потому что у меня длиннее потому что у меня больше шире и именно поэтому peugeot traveler vip long сегодня побеждает вы можете сказать что ну как же так же тут же диодики тут же камеры тут же все да все это есть и все это клевый и здорово если бы все это было в пижо но мы говорим про семейные автомобили и все таки мы исходим из того что главное здесь объем и именно поэтому peugeot в лидерах а кроме того у peugeot есть полноприводные версии да они с механикой это может быть не так удобно в городе но это самый доступный способ купить себе полноприводный автомобиль если вы не хотите себе буханку вдруг вы себе не хотите буханку не хочешь да полноприводный соболь ты же тоже вряд ли хочешь нет я когда на это железо смотрю мне сразу ржавчина всплывает тебе нужен вот такой семейный просторный полноприводный автомобиль для глубинки и у тебя нет выбора с вами был блог авто мпс подписывайтесь на наш канал ставьте лайки обязательно смотрите наше видео каждое воскресенье хорошего дня до новых встреч друзья